Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как перестать завидовать девушкам, которые замужем и имеют семьи? Мне 30 росла без отца, замуж никогда не предлагали и не хотелось, как и детей. Когда вижу какую-нибудь маленькую девочку и как ее отец заботится, они становятся грустно за себя. Что мне делать? Ну, давайте для начала попробуем немножечко раскрыть вашу зависть. Вы пишите, что завидуете девушкам, которые замужем и имеют семьи. Вот, расскажите, пожалуйста, чему конкретно вы завидуете? То есть, расскажите, пожалуйста, конкретно, что вызывает у вас зависть? Чувство зависти, что конкретно вызывает? Вот, то есть, потребность в чем, дефицит чего у вас вызывает зависть. Вот, то есть, это может быть, например, некая проблема полноценности, не полноценности, допустим, как вариант. Это может быть проблема безопасности. Это может быть проблема реализации. Ну, то есть, ваша потребность в собственной реализации. То есть, ваше желание реализоваться таким образом, например. И это может быть что-то еще. То есть, тут нужно смотреть и исследовать. Вот. По крайней мере, на мой взгляд. Так. Как обстоят дела, да, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вы пишете, что, да, на всякий случай предупреждаю, что это не единственное основание. То есть, ну, на всякий случай хочу сказать, что основания могут быть, ну, другие. То есть, не только эти могут быть основания. Например, может быть, вы не чувствуете или не умеете или испытываете, допустим, какие-то затруднения в том, чтобы быть женщиной, например. То есть, ну, ощущать себя женщиной, да, чувствовать себя женщиной, вот. Может быть, ну, может быть, в этом есть проблема. Следующее. Вы говорите, значит, бросла без отца, вам никогда не предлагали и не хотелось. Ну, если вам никогда не предлагали и не хотелось, почему, почему вы об этом тогда пишете? Да? То есть, очевидно, что, видимо, как-то все-таки вас это беспокоит. Опять же, стоит обратить внимание здесь на то, как конкретно вы общаетесь с мужчинами и как вы с ними, с мужчинами. То есть, выстраиваете свое взаимодействие и выстраиваете ли вы с ними его вообще. Да? Вот. То есть, если выстраиваете, то как конкретно вы выстраиваете отношения с мужчинами. Вот. И, значит, что это за мужчины, да, то есть, вот, ну, так скажем, какого, ну, какого рода, да, эти мужчины, то есть, вот. Ну, можете ли вы с ними как-то конструктивно взаимодействовать, например, или нет? То есть, это вот, на мой взгляд, довольно важный момент, на который вам имеет смысл обратить внимание. А дальше, то, что касается вашего состояния, когда вы видите, ну, маленькую девочку, да, вы говорите о том, что чувствуете грусть, вот, и так далее. Я думаю, что здесь дело заключается в том, что вами блокируется, так скажем, чувство любви к себе. Вот. То есть, вы, ну, блокируете позитивные чувства по отношению к себе. Они у вас эти чувства блокируются через обязательно условия наличия другого человека. Вот. Ну, как мне кажется, опять же, повторюсь, да. То есть, понятно, что здесь я могу ошибаться, да, здесь я могу быть неправым, это понятно. Я бы обратил, конечно, внимание на данный аспект. Вот. И, соответственно, это чувство любви, его желательно стараться взращивать в себе самостоятельно. Вот. Чтобы не зависеть в этом смысле от других людей. И тогда вы сможете и себя почувствовать лучше, свободнее. И, в общем-то, с мужчинами в целом вам будет отношения выстраивать легче, если вы, конечно, этого хотите. Просто я ещё не очень понимаю, чего вы хотите. Вот. Ну, и последнее, если говорить о том, что вам делать, то я бы, конечно, в первую очередь предложил бы психотерапию. Потому как такие вопросы не решаются чтением ответов одиночных, да, вот. И необходимо, конечно, побольше, так скажем, с вами взаимодействовать, вот. Чтобы иметь возможность вам помочь. Вот. На данный момент это, в принципе, то, что мне в целом хотелось вам сказать с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. Такая. Такая. Такая обратная связь. Обратная связь. Значит, с моей стороны. Вам. будет. На данный момент. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу. По моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот. Это позволит вам начать двигаться к тому, чтобы свое состояние, да, скорректировать. Вот. И чтобы вы получили для себя ресурсы для того, чтобы вот в дальнейшем, скажем так, не страдать. Вот. Потому что, ну, на данный момент, совершенно очевидно, да, что вам, конечно, плохо и совершенно очевидно, что, ну, вот вы вроде как пытаетесь, да, вот на мой взгляд, там, как-то, как-то, вот, скрывать. То есть вы демонстрируете вроде бы, что не заинтересованы, ну, в замужестве. Ну, на мой взгляд, я повторюсь, на мой взгляд, определенные, скажем так, переживания у вас имеются все-таки. Вот. И это нормально, в этом нет ничего такого страшного, ужасного. Просто вам, как мне кажется, желательно признать, что, несмотря ни на что, такие эмоции у вас есть. И, соответственно, этим вы сделаете, как мне кажется, шаг в сторону признания проблем с проблемой. Вот. Сейчас больше выглядит это, знаете, так, что, да, меня что-то беспокоит, но особо я, там, не заинтересована в том, чтобы что-то решать. Вот. При этом, я, ну, постараюсь, что вы не обязаны. То есть вы не должны, как бы, ну, вас никто не заставляет. Но если вы хотите получить помощь, да, то, конечно, имеет смысл рассматривать для себя возможность, вот, так скажем, какие-то усилия приложить. Вот. На этом, я думаю, в целом можно было бы мой ответ закончить. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. За обрядную связь по моему ответу буду благодарен, вам это позволит начать над собой работу, вам это позволит начать менять свою жизнь к лучшему. Вот. Всего вам самого доброго. Обращайтесь за помощью. Не затягивайте, потому что, ну, ну, самостоятельно это не решится. Спасибо.